добрый день мои хорошие вы на канале светланы лосевой и это канал о вязании сегодня я хочу вам предложить связать очень броскую нарядную модель пуловера из пряжи хлопок с люрексом как видите модель очень современно и стильно выглядит она ажурная и в этой выигрышной пряжи она смотрится просто богатейшая и шикарно реально такая прям изюминка прям мы сегодня будем с вами рассматривать и составлять описание на размеры 42 44 46 48 50 52 рассмотрим нюансы все ну как вы видите у нас спущенный рукав модель не совсем такая прям оверсайз то есть она по фигуре в принципе сделано да вот эту вот высоту выреза горловины вы под себя регулируете как хотела бы обратить ваше внимание что здесь идет цель навязанная планочка такая то есть здесь мы делим полотно пополам как это обычно мы до формируем скос по вырезу горловины да и здесь идут несколько рядов несколько петель 1 платочной вязкой которые выполняют собственно цель навязанную такую планку по вырезу горловины но вы можете этот момент как бы рассмотреть по-другому то есть как мы обычно привыкли в начале себя свяжем да а затем на круговых спицах обвязываем вырез горловины то есть здесь включайте девочки свою творческую фантазию и делайте так как вам хочется как вам удобнее вот я же в своем описании предусматриваю эту цель навязанную планочку на трех петельках платочной вязки вот описание у нас будет текстовое под видео выложено для вашего удобства вот а сегодня сейчас конкретно я хотела бы вам показать ту пряжу которую значит предлагаю связать из этот эту модель с которой мы будем сегодня планировать наш проект то есть заложено именно это красивая пряжа с люрексом и так приступаем выбор пряж и так мои дорогие я использую пряжу для вязания yarnart джинс 55 процентов хлопок 45 полиакрил цвет у меня такой нежно-бежевый 07 да он даже больше такой кремовый цвет да так нитка очень хорошего качества по метражу в 50 грамм 160 метров мягкая хорошего хорошей скрученности ниточка бюджетная недорогая пряжа который у нас блестит-приблестит с люрексом это люрекс видите ламы 550 это итальянская пряжа так дальше смотрим золотистой цвету вес 25 грамм длина 550 метров составе 64 процента вискоза и 36 метанит то есть вот этот характерный блеск у нас золотистой это метанит но металл вот так пряжа называется люрекс ламы и у него большой маленький вес и большая длина ниточка очень тонкая просто знаете невесомой совершенно мягкая то есть никакой колкости она не вносит наше полотно абсолютно мягкой получается полотно смотрите как она красиво смотрится как это все блестит девочки как это все волнующе и такое несложное несложное совсем не сложный у нас получается узор всем рекомендую девочку маленьким опытом могут себе такой позволить узор связать очень волнующий красивый очаровательный получится пуловер обратите внимание как он все-таки блестит согласитесь очень заманчивый получается полотно и узор несложный и красивый в общем сам бог велел вязать согласитесь так хочу качестве альтернативной пряжи но пряжу с люрексом нам ничто не заменит и и в по любому случае надо будет брать если вы хотите повторить вот как у меня до чтобы такой вид был полотна так давайте покажу вам качестве альтернатива что будет у нас ну конечно же бюджетный вариант это ализе cotton gold полухлопковые пряжи 100 грамм 330 метров у нас вот такие две очень хорошего качества пряжи ализе cotton baby soft тоже очень рекомендую пряжи хорошие выделки она сама по себе немного блестит как будто у нее есть составе вискоза хотя это просто такая выработка в 100 грамм 270 метров и это полухлопок 50 процентов хлопок 50 акрил никакой вискозы в ней нет но ощущение что она такая шелковистая немного реально девочки очень мне нравится эта пряжа на дороже но она того стоит ничка более тугая за счет этого метраж меняется до был более туго скручена более качественная так далее вот такая пряжа подойдет на замену и трофил пуму клубы и би по итальянской лицензии цвет цвет вы конечно сами выберете у нас 100 грамм 260 метров и это тоже полухлопок вот смотрите 55 процентов хлопок остальное тоже акрил далее девочки вот знаете поначалу когда я увидела это этот пловер я подумал что надо что-то туда такой с вискозой да что-то шелк 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 и вот вначале подумал что надо связать вот с такой пряжи yarnart стулья смотрите у меня есть прям такой вот золотистый цвет но я потом от откинул от людей поскольку пряжа оказалась очень тонкая 50 грамм сто восемьдесят пять метров смотрите 67 процентов хлопок и 33 процента вискоза да да она очень тон но она такая тонкая в общем-то тонкая и у нее свой естественный блеск вы видите да полотно получится по моему просто изумительно но имейте ввиду что в общем-то она более тонкая и будет немножко по-другому смотреться но если вас это не смущает если вы хотите нежный ажур то пожалуйста вот у золотистого цвета давайте вам продиктую 654 номер цвета это тоже турция турецкая пряжа вот такая вот будет ниточку вас если вы захотите такой знаете естественный шелк вискозу у нее естественный блеск и соответствующий шелк шелковизм такая и по цвету видите она весьма подходит ну моя потемнее получилось более кремовый такой вариант и блестит она наверное все же ярче и богаче смотрится в общем я вам показала альтернативные варианты получается действительно очень богатый роскошно смотрится полотно как будто это из чего-то очень дорогого и люксового сейчас посмотрим схему зор и я нарисовала давайте посмотрим м узор у нас девочки выглядит вот таким образом рапорт основного ажурного узора составляет 13 петель в ширину и 6 рядов всего высоту рисовала я эту схему по фотографии фотомодели вообще модель нашла случайно в интернете просто фотография то есть описание у нас будет сегодня наше личное индивидуальное такое знаете авторское можно сказать мое я буду делать расчеты исходя из нашей полученной плотности второй мотив у нас это коса вернее в аранском вязание называют жгут на шести петлях лицевых и его раппорт составляет получается 14 рядов 14 рядов раппорт нашей косы так далее что мы делаем с вами про условное обозначение вертикальная черта это лицевая петля горизонтальная черта изнаночная петля круг накид треугольник прямоугольный 2 вместе лицевой с наклоном влево и этот зеркальный треугольник 2 вместе лицевой с наклоном вправо треугольник равнобедренный это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли выкройка вот такая будет у нас с вами девочки рассматриваться выкройка здесь нет размеров все размеры я озвучиваю в расчетной части вы имеете ввиду что мы вяжем все детали отдельно друг от друга потом у нас идет в конце сборка мы сшиваем все детали вот и в общем то составляется вот такое описание которое выкладываю под видео здесь вот уже выше озвученные размеры я рассказывала и здесь каждую цифру я в расчетной части поясняю откуда она взялась и как в общем то ее получить так здесь же я регулирую сколько на вырез горловины приходится на какой высоте то или иное действие мы делаем то есть все в принципе я здесь описываю читайте это описание под видео для ваше удобство так мои дорогие сейчас приступаем к изданию узора для вязания образца я набрала 34 петли и давайте с вами свяжем сейчас первый ряд девочки здесь у меня две ниточки да видите так и смотрите получается что у нас ажурный узор имеет раппорт 6 рядов высоту а наша коса будет иметь раппорт другой но об этом чуть позже высота будет по-другому начинаем вязать первый ряд ажурного узора по на нем акцентируем внимание распределяем петли первый ряд значит две изнаночные затем идет ажурный узор первый ряд накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли я меняю 1 2 петельки местами так чтобы у меня 2 была поверх 1 вот так накидываю и вяжу 3 вместе одной лицевой дальше вяжем накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево накид и 2 изнаночные ажурный узор связан наша коса это 6 лицевых вяжем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 это по центру нас идут и повтор идет такого же ажурного узора 2 изнаночные затем идет накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо затем лицевая снова накид 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли меняя 1 2 петельки местами 2 поверх 1 3 вместе вяжу 1 лицевой затем снова накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево накид и 2 изнаночные кромочная у меня тоже изнаночная все связали первый ряд все четные ряды у нас является изнаночными рядами мы вяжем их как смотрят петли накид и вяжем изнаночными вяжем третий ряд узора кромочная сняли 2 изнаночные в ажурном узоре и вяжем лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 3 лицевые по центру и тут ажурного узора 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид лицевая 2 изнаночные связали раппорт узора ажурного в косе идут 6 лицевых второй ажурный раппорт также вяжем 2 изнаночные затем у нас идет лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо то есть тоже самое повторяю 3 лицевые по центру ажура затем 2 вместе лицевой с наклоном влево накид лицевая 2 изнаночные кромочная тоже изнаночные связали узор переворачиваем четвертый ряд вяжем как смотрят петли так на сами пятый ряд вяжем следующим образом кромочная у нас затем это 2 изнаночные и затем идет 2 лицевые так 2 лицевый накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая по центру 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые и 2 изнаночные в косе вернем 6 лицевых затем снова идут 2 изнаночные уже 2 ажурный раппорт я пошла вязать снова 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо затем идет лицевая по центру 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые и 2 изнаночные кромочная тоже изнаночная связали пятый ряд шестой ряд мы вяжем как смотрят петли и следующие у нас повтор идет раппорта то есть в седьмом ряду мы начинаем вязать снова с первого ряда ажурный узор в косе мы продолжаем вязание также 6 лицевых девочки и я вам скажу через сколько рядов мы сделаем с вами в косе перекрещивание продолжаем вязать ажурный узор высоту здесь 6 лицевых итак девочки в тринадцатом ряду косы у нас будет перекрещивание перекрещиваем 6 петель на лево я 6 петель снимаю на правую спицу 3 петли у меня с помощью левой спицы перед работой будут следующие три петли вот они за работой высвобождаются и я их аккуратненько с помощью этой спицы переснимаю на правую ли правой спицы и на левое возвращаю тут вот у меня наши золотистые ниточки так все и аккуратненько вяжем все шесть петель лицевыми все вот такой простой перекрещивание можно конечно использовать дополнительную спицу кто привык работаете с дополнительной спицей конечно же чтобы было комфортно вязать да так и далее продолжаем опять ажурный узор так теперь наша задача образец связан надо сделать влажно-тепловую обработку узора и измерить плотность вязания горячим пара отдаем наш образец тянем во влажном состоянии полотно выпрямляем ему отпариваем края полотна еще давайте потянем он очень влажный податлива хорошо тянется и вот теперь в расправленном виде давайте оставим сохнуть полотно девочки наше полотно высохло приобрело вот такой вот вид расправили мы узор сейчас наша задача измерить ширину высоту образца и сделать нехитрые расчеты плотности укладываем наш узор берем простую линейку измеряем ширину полотна у меня ровно 17 сантиметров вместе с кромочными берем с вами калькулятор считаем 34 петли у нас в образце мы разделим на 17 сантиметров получаем плотность 2 и эту цифру мы сейчас запишем что у нас в одном сантиметре две петли 2 петли дальше берем простую линеечку также эту и измеряем высоту образца так 16 с половиной и сейчас надо посчитать сколько рядов у нас связано у меня 36 рядов связано и мы делим 36 рядов на шестнадцать с половиной сантиметров это будет две целых две десятых плотность по вертикали запишем в одном сантиметре две целых две десятых ряда умещается так но сейчас с этими цифрами приступаем к расчету смотрим в игры и так девочки для расчета воспользуемся вот этой выкройкой как видите у нас с вами все детали вяжутся раздельно снизу вверх вязание идет и начинается все с нижней платки связано резинкой один на один на высоту 6 сантиметров спинка перед вяжется одинаково различие вырезе горловины распределение петель и их количество давайте сейчас с вами решим значит первый размер у нас 42 44 и ширину спинки переда сорок восемь с половиной сантиметров я рассматриваю и умножаем это величину сорок восемь с половиной на нашу плотность которую мы посчитали в одном сантиметре две петли помните да нету меньше с этой записи тетрадочку не взяла с собой две петли да вот и умножаем получается вот 97 петель там 96 97 так дальше второй размер 46 48 размер ширина спинки переда 53 с половиной сантиметра и 107 петель 2 3 размер 50 52 ширина спинки переда 57 с половиной и это сто пятнадцать петель распределение узоров будет вот таким значит наш ажурный узор составляет 13 петель и наша коса составляет 6 петель ширина по центру располагаем наш ажурный узор с двух сторон две косы идут и все зеркалится да то есть 13 ажур потом идет 6 петель коса опять 13 ажур заканчиваем и начинаем из трех лицевых то есть смотрите какое расположение будет узоров кромочная 3 лицевые 13 петель ажурный узор 6 петель коса 13 петель ажурный узор 6 петель коса по центру 13 петель ажурный узор и все зеркалится это в сумме дает 97 петель для второго размера у меня идет вот такое расположение узоров то же самое да то есть здесь у нас добавляются 6 петель коса с двух сторон зеркально и 2 лицевые справа и 2 лицевые слева ну и соответственно кромочной 107 петель для третьего размера у нас идет с вами все то же самое как и для второго только вместо двух лицевых 6 лицевых добавляются справа и слева 115 петель получается так что касается здесь вот кстати можно рассмотреть ну наверное лучше не надо чтобы не путаться можно конечно пол рапорта вот этого нашего ажура сюда вставить но это вы по своему желанию девочки решите далее на вырез горловины у нас приходится при ширине первого размера вот смотрите 19 сантиметров до это 37 петель я сделала второй размер я увеличил на 2 петли 39 петель и третий размер я сделал сорок одну петля еще увеличила ширину так у нас скос плеча с вами формируется высота скоса небольшая всего два сантиметра с помощью вертикальной плотности мы ее тоже посчитали в одном сантиметре у нас две целых два десятых ряда умещается вот и получаем следующее значит четыре ряда я ну скажем так получилось 4 ряда в каждом втором ряду будем делать с вами убавки по скосу как их сделать равномерно я здесь сейчас не буду застрять внимание почитайте пожалуйста последствия закрытия петель в моем описании под видео там есть текстовое описание где все подробно изложено высота у нас идет проймы первый размер 18 сантиметров 2 19 с половиной и 3 21 сантиметр высота проймы вырез горловины давайте посчитаем вот этот скос по вырезу горловины если мы берем высоту скоса 23 сантиметра надо сразу ее перевести в ряды в моем случае я 23 умножил на плотность по вертикали две целых две десятых получилось пятьдесят рядов вот с первой петлю вот эту центральную надо от нее избавиться видите у нас нечетное количество по вырезу идет мы ее сразу закрываем лучше 2 изнаночных провязать вот и обе половины начинаем вязать раздельно убавки у нас по первому размеру составит по скосу 18 петель 2 19 петель 3 20 петель когда будете делать убавки пожалуйста девочки обращайте внимание чтобы количество ваших накидов которые вы по узору продолжаете делать совпадало с количеством 2 вместе провязанных петель да это часто особенно у новеньких бывает такая ошибка пожалуйста на этом заострите внимание у меня всего получается расклад я пишу в каждом втором ряду делать убавки это очень удобно да вот и убавки у вас закончится раньше чем наступит высота изделия кстати общую высоту я взяла 60 сантиметров это в моем описании под себя откорректируйте эту мерку пожалуйста то есть длина изделия очень такая индивидуальная мерочка зависит и от роста и от нашего желания да поэтому вот она здесь заложено вот от нижней планки и до проймы вот она у нас тут заложено эту величину пожалуйста под себя откорректируйте так и в общем здесь вот не пугайтесь что там раньше закончится убавки ничего страшного продолжите просто вязать полотно на тех петлях которые у вас уже будет вот 30 34 37 да вот у нас идет скос одновременно формируется будьте здесь пожалуйста внимательны с этими вот как я уже сказал с ажурным узором там у нас накиды идут и они должны каждый накид должен соответствовать двум вместе провязанным петелькам еще раз повторяюсь да теперь давайте на руках переходим рукав у нас с вами получается набираем на резиночку 43 45 47 петель вяжем резиночку 11 на высоту 4 сантиметра хотите сделайте 6 метров собственно это по желанию в последнем изнаночном ряду все петельки доводим до количества на все размеры 53 петли и равномерно эти прибавки распределяем и получается у нас вот такой расклад по узору 53 петли то есть вот нас по центру идет ажурный узор двух сторон две косы и еще раз зеркалица ажурный узор по 13 петель мы соответственно кромочные затем у вас также идет скос сейчас я расскажу как его считать значит также определяем высоту скоса как вот у нас с вырезом было у меняет в моем случае если общая длина изделия общая длина рукава сорок шесть с половиной сантиметра да то здесь у меня вот без планки нижней это сорок два с половиной сантиметра скос составляет и я сразу перевела в ряды 92 ряда то есть я 42 с половиной умножила на плотность по вертикали 2,2 и получила ряды все вертикальные размеров переводите в ряды вяжите обязательно руководствуясь с рядами не надо ничего девочки пожалуйста измерять сантиметрами это неправильно то что вы меряете сантиметры после стирки ваше изделие вытянется и вообще ваши сантиметры все уйдут в никуда изделие будет более длинная чем вы планировали это просто одно расстройство да поэтому пожалуйста заранее растяните свой связанный образец заранее измерьте плотность и заранее воспользуйтесь вот этим расчетом рассчитайте его так 92 ряда у меня и количество петель у меня в самой широкой части рукава я по ширине пройме рассуждала то есть вот у меня 18 до умножить на 2 то есть это двойной рукав так получается 36 умножаем на плотность 2 поверь по горизонтали и получали вот у меня число 73 нечетное должно быть поскольку здесь тоже нечетное чтобы на скос пришлось равное количество петель так второй размер 77 петель 3 83 петли получилось и теперь вычитаем 73 отнять 53 по низу будет 20 петель устно считаем до делим на 2 скоса получается каждый скос это 10 петель надо прибавить и мы 92 устно также делим на 10 петель и получаем в каждом девятом ряду у нас идет прибавка приблизительно вот так будет равномерно распределяться прибавки дальше второй размер в каждом седьмом ряду и третий размер у меня в каждом шестом ряду об этом во всем вы можете почитать в описании под видео там я подробно это все разбираю рассматриваю вот и все мои дорогие в принципе все что я могла я вам рассказала все мои расчеты носят рекомендательный характер я думаю что вы просто воспользуйтесь техника и расчета а свой расчет у вас все равно получится немножко скорректированный под ваш рост да и под ваши какие-то желания конечно же вы можете по другому расположить узоры как-то там да по другому может быть вместо двух лицевых вы будете делать 2 изнаночные да то есть здесь пожалуйста кстати да вот 2 изнаночные по моему больше в тему чем лицевые все-таки после косы 2 изнаночные ведь у нас тут тоже 2 изнаночные идут кстати вот почему-то я не подумал об этом и здесь не три лицевые а 3 изнаночные да по моему в тему идут вот так вот видите как по ходу и здесь вот 6 изнаночных 6 изнаночных давайте правда по изнаночным сделаем это по моему больше в тему боль более красиво будет и более правильно почему-то я вот сразу об этом не подумала так ну все мои дорогие желаем удачи и до новых встреч